здравствуйте сегодня поговорим о таком интересном растении как горчица горчица известно уже давно первые упоминания горчицы находят в документах датированных трех тысячным годом до нашей эры горчица очень такой разнообразный как бы можно сказать многофункциональное растение горчицу применяют в кулинарии все мы прекрасно знаем соус из горчицы который мы также называем горчица горчица является составной частью майонеза и на основе горчицы делают еще и другие соусы горчицу употребляют в косметических целях из горчицы можно добыть горчичное масло которое применяется также и в хлебобулочных промышленности но и еще только тоже в косметических целях порошком горчицы можно улучшить рост волос можно улучшить их качество при помощи масок которые входят порошок горчицы улучшается качество кожи заболеваний какие-то проблемы с кожей можно решить но обязательно при этом нужно проверить как ваш кожа будет реагировать на горчицу потому что все-таки такой острый и довольно таки едкий горчица применяется для мытья посуды порошок горчицы смывает жировой налет даже в холодной воде и даже можно с при помощи порошка горчицы постирать белье его порошок горчицы засыпают в стиральную машину и стирается в обычном режиме и получается очень хороший эффект сейчас очень популярны салатные горчицы которые выращивают вот ради листьев листья имеют различную окраску горчица это кладезь не только белков жиров жиров и углеводов но там находится большое количество разных микроэлементов это молебден цинк сера железо магний марганец натрий кальций очень полезные вещества которые необходимы для нормальной работы нашего организма вкус у листьев горчицы пикантный и он придает свежесть и такую нотку очень такую яркую приятную когда мы его добавим в салат порошок горчицы применяется в медицинских целях все мы прекрасно помним с детства горчичники которые мы не очень любили но которые очень эффективно помогают лечить и простудные заболевания и радикулиты и плюс еще горчица имеет очень сильные антибактериальные свойства дезинфицирующие свойства и небольшие порезы можно раствором горчицы дезинфицировать горчица бывает трех видов это горчица белая горчица черная или итальянская и горчица русская или чем называют ее сарепской горчицы семена представляют из себя вот такие вот шарики которые очень холодостойки горчицу можно сажать прям вот после сразу после того как сойдет снег горчицу можно посадить на подоконнике в зимнее время она достаточно тени выносливо и зимой получить разнообразную полезную зелень из горчицы горчицы порошком горчицы можно избавиться от насекомых вредителей для этого берется 50 грамм порошка горчицы 40 грамм хозяйственного мыла все это заливается 10 литрами горячей воды и настаивается два дня и вот после того как пройдет два дня этим настоем можно опрыскивать растения на которых завелись вредители и это очень актуально для дома потому что в доме не всегда можно применить какую-то химию горчица еще и ко всему это удобрение это так называемый сидират или зеленые удобрения почва который учатный участок который засеян горчицы белый во первых получает много микроэлементов вот все что находится в семена горчицы это практически все находится и в листе горчицы и поэтому участок обогащается микроэлементами для нас очень важна сера потому что сера которая содержится в листе горчицы убивает патогенные грибковые микроорганизмы для нас очень важна клетчатка которая дает рыхлость почве вот в этой вот органических остатках горчицы очень хорошо развивается почвенные бактерии и после того как мы горчицу закопаем после того как она достаточно зайдет хорошо почва становится рыхлой потому что вот в этих вот растительных остатках горчицы развиваются почвенные микроорганизмы горчица очень хороший медонос когда вы будете сажать горчицу в качестве сидератов не всю ее перепахивайте и перри накапывайте оставьте несколько растений а можно даже и отвести небольшой участок под горчицу и дождитесь пока она зацветет вы увидите сколько пчел прилетит собирать нектар с этой горчицы заодно они будут собирать нектар из других культур и так происходит опыление без которого мы не получим хорошего урожая еще было замечено что если по кромке грядок где растет томат где растет картофель посажена горчица то эти растения намного меньше болеют фитофторозом чем на тех грядках где горчицы нет вот такую полезную интересную пряность можно вырастить на своих грядках и получить здоровье для своего организма и оздоровить землю на участках которые были засеяны горчицы подавляется рост сорняков и вот с помощью горчицы можно не только оздоровить землю но еще и вывести нежелательные сорняки сажайте обязательно горчицу на своих участках ее можно сажать в принципе с весны до осени и оздоравливайте землю наши советы помогут вам набраться здоровья и оздоровить землю на которой вы выращиваете свой урожай